Привет друзья и гости международного канала Алга Петербург. Сегодня у нас в гостях наш любимый народный эксперт Людмила Мамызин. Она расскажет вам удивительную историю выступления Димаша в Китае с песней «Hello». Вы узнаете, как на это отреагировал автор хита Лионель Ричи и что испытала за кулисами победительница шоу-сингер 2018 года Джесси Джей, когда впервые услышала Димаша Алга. Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада снова встретиться с вами на нашем любимом канале Алга Петербург, чтобы рассказать и поделиться с вами интересной информацией о Димаше. Сейчас, когда мы все с нетерпением ожидания новых песен, клипов и концертов Димаша, самое время вспомнить о его сногсшибательных выступлениях на китайском сингере в 2017 году. Тогда он стал фактическим победителем этого конкурса и о нем узнали сразу 600 миллионов зрителей. Вполне естественно, что после такого успеха организаторы следующего конкурса в 2018 году пригласили Димаша принять участие в галоконцерте финала уже в качестве почетного гостя. Целью организаторов галоконцерта была благотворительная миссия – сбор средств для осушения заболоченной земель в одном из районов Китая. Для этого нужно было привлечь к концерту не менее 10 миллионов онлайн-зрителей. Чтобы создать интригу соревнования, всех участников разделили на три группы – голос, гармония и вдохновение. В числе других участников концерта было много любимых и известных китайских певцов. Но предметом особой гордости было участие в этом концерте победительницы конкурса, гости из западного мира, знаменитой британской звезды Джесси Джей, обладательницы мощного сопрано и четырех платиновых альбомов, общим тиражом – 1 миллион 200 тысяч копий. Именно с ней предстояло сразиться Димашу в негласном соревновании. В результате удалось собрать 12,6 миллионов зрителей, в том числе группа «Голос», в которой был Димаш, и которой присоединилась Джесси Джейн, собрали 5,6 миллионов. Это была замечательная победа. Концерт проходил с огромным успехом. Зрители встречали всех участников бурными аплодисментами, но все же с замиранием сердца ждали появления Димаша. Он выступал предпоследним, так как при жреблевке очередности никто не хотел выступать после Димаша. Наконец, ведущий объявил. «Следующий певец, которого вы любите и ждете?» И весь зал хором ответил «Димаши». В прошлом году он дошел до финала «Сингера» и сегодня хочет представить вам песню самой знаменитой американской рок-звезды 80-х годов Лайонела Ричи. Итак, встречайте! Для своего выступления, который Димаш готовил с помощью своего близкого друга детства и талантливого аранжировщика Ирлана Бекчурина, Димаш выбрал легендарный хит автора и исполнителя песни «Хеллоу» Лайонела Ричи. Он родился в 1949 году в штате Алабама, США, рано увлекся музыкой, научился играть на саксофоне, а затем стал вокалистом в музыкальной студенческой группе. В возрасте 32 лет он сочинил свой первый хит «Бесконечная любовь», с которой началась его сольная карьера. Ричи сочинял мелодичные сентиментальные баллады, которые легко запоминались и подхватывались публикой, и его популярность все возрастала. Свой дебютный альбом Ричи записал в возрасте 33 лет. Он разошелся тиражом более 4 миллионов копий, после чего Ричи быстро прославился и сравнялся по популярности с самим Майклом Джексоном. Второй альбом Ричи «Кант Слоудаун» завоевал Гремми в номинации «Лучший альбом года». Тираж 10 миллионов. В него вошла песня «Хеллоу», занявшая первое место в чарте американских хитов и продержавшаяся в нем рекордные две недели. Песня мгновенно становится знаменитой и любимой миллионами слушателей. Всего в коллекции Ричи целых 4 Гремми и одна статуэтка Э.Оскара. Идея песни, которая начинается словами «Привет» «Не меня ли ты ищешь» зародилась у певца после того, как он заметил, что многие девушки проходят мимо него, не решаясь заговорить с ним. Балладу оценили не только женщины, но и многие робкие мужчины, которые не раз благодарили Ричи за возможность познакомиться и признаться в любви девушкам. Саундтреки с этой песней звучали в нескольких американских фильмах и до сих пор звучат на многих радиостанциях мира. В нашей стране, знаете, любят Лайонел Ричи в основном по песне «Хеллоу». Именно она стала его визитной карточкой. Громкими овациями приветствуют зрители Димаша, когда он появляется на сцене. В тишине слышится символическое биение сердца, и все замирают в ожидании чуда. Под эпические звуки казахского духового инструмента «Сыбизги» Димаш очень тихо начинает драматическое повествование о грустной истории любви человека, который тщетно ищет свою половинку. Зал сразу же погружается в таинственную атмосферу восточных напевов, в которых английское «Хеллоу» звучит как «Азан» – призыв к молитве с минорета. То, что происходит дальше, не поддается никакому описанию. Димаш создает совершенно новые произведения, умело смешивая восточный и западный стили, добавляет в середине немного казахского фольклора и делает свою уникальную, непохожую на оригинал версию песни. Неизгладимые впечатления производят та часть песни, в которой вступает мощный хор, и на его фоне звучит фантастическая концовка с высочайшими и в то же время хрустально чистыми нотами. А слова «Я вас люблю» на китайском, английском и казахских языках вызывают бурную овацию и слезы на глазах многих из зрителей. В конце песни Димаш опускается на колени, чтобы выразить свою любовь и признательность за горячую поддержку всем Диэрс, которым он посвятил эту песню. Победительница конкурса Джесси Джей тоже успешно выступила в дуэте с известным рок-певцом Джейсом Люком с красивой песней «Я буду там». Хотя ей было нелегко петь сразу после Димаша, но нужно было видеть ее реакцию за сценой перед своим выходом. Джесси была в полной рассеренности от голоса Димаша и все повторяла «Он так хорош! Кто это?» Ее искренняя реакция дорогого стоит. После концерта Джесси Джей тепло поздравила Димаша с блестящим выступлением и подружески обняла его. Димашу очень важна была высокая оценка Джесси Джей как представительницы музыкального направления западного мира. Свидетельством возросшей популярности Димаша после этого выступления стало появление на ютубе невероятного количества восторженных реакций на песни «Hello», специалистов по вокалу и влокеров в самих различных направлениях. Всех их объединяет единодушное мнение. Димаш – это явление планетарного масштаба. В одной песне он продемонстрировал все грани и возможности своего вокала. Это смесь Фредди Меркьюри, Матла Джексона и Поворотти, которых он обожал. В комментариях сообщается, что Лайл Лу Ричи понравилось выступление Димаша. Он якобы с удивлением спросил, неужели это я написал? А зять Ричи даже был в зале и снимал фильм об этом выступлении. И хотя автор не дал согласия на исполнение песни «Hello» в будущем, она, к счастью, не была заблокирована и до сих пор звучит в видеороликах на ютубе, незабываемая и неповторимая. В заключении хочу напомнить, что на канале «Спортман» есть два видео – реакция американцев и реакция иностранцев на песни «Hello», которые посмотрели 6 миллионов и 200 тысяч зрителей. Я считаю эти видео самым впечатляющим по силе и выразительности эмоций, доказательством гениальности Димаша и всеобщей любви к нему. Посмотрите эти видео и вновь переживите эти эмоции. Спасибо замечательному каналу «Спортман» и спасибо вам, дорогие, за внимание и поддержку. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok